Посмотрите просто как реализованы здесь облака. Реально из-за них ничего не видно. Вот смотрите, летим прямо в облаках. Взлетели вверх, сверху облака. Спускаемся потихоньку вниз. Нужно увидеть, что здесь происходит. Спускаемся и облака рассеиваются. Реально прям, прям как в жизни твою мать. Охрененно сделано. Просто супер. А сегодня хочу рассказать вам про единственный в своем роде сервис ролеплей системой. Феодал. Торгуй и дерись. Сможешь ли ты выставить в этом мире полным опасностей и приключений? В мире феодала ты сможешь стать тем, кем захочешь. Королем, ремесленником или бандитом. Выстранная система торговых отношений, где краеугольным камнем являются золотые монеты, позволит тебе добиться вершин богатства и процветания. Создай свою игровую локацию и возглавь свою гильдию. Мир феодала открыт для тебя. Подробнее узнать про сервер вы сможете пройдя по ссылке в описании под этим роликом. Короче, прилетали к нам в гости типы из страйба ред. Типы офигенные, обалденные, короче. Поформили мы с ними металла на драконе на ихнем. У их дракона было 10 тысяч веса. В общем, помогли они немножко. Подкинули яиц на виверн. И подогнали еще вот такого вот замечательного дракона. Просто посмотрите. Я его сейчас в вес качаю. Это будет у нас такая переносная база. Уже 14 тысяч веса. Давайте еще 16 сделаем. Отлично. Вот такой вот чудесный дракон. Давненько мы на них не летали. Очень много времени прошло уже. С того момента, последний раз, когда у нас были серии с драконами. Соскучился я уже по ним. Ну, вы знаете мое отношение к этим драконам. Я считаю их дисбалансными. Очень сильно, но пофаниться почему бы и нет. Можно. Иногда. В общем, вот так вот. Дальше смотрим, что прилетали пацаны из страйба. Фалькон, как ни странно называется. Тоже подогнали очень много ресурсов всяких разных. Тоже за это им респект большущий. В общем, короче, задарили нас подарками. Пойдемте, яйца покажу вам, какие у нас есть. Есть у нас, смотрите, сотого левела. Пойзон виверн. Восьмидесятого лайтинговая. Сто тридцатого файер виверна. Сто двадцатого файер. Лайтинговая сотого и лайтинговая сто десятого. Вылуплять мы их будем позже немножко. Потому что сейчас у нас... Ну, я турельки тут поставил, кстати. Полностью в железо всю базу сделал. Ну, кроме вот этой коробки. Потому что сейчас у нас немножко другие планы, ребята. Значит, это вторая попытка или даже третья уже, наверное, записи серии. В общем, были небольшие проблемы с микрофоном. Ну, вроде все решилось. И все теперь чики-пуки. Постараюсь опять влиться в этот график, который сам себе поставил. Хотя бы по одной серии в день, ребята. Также у нас в планах еще новые проекты, которые будем тоже снимать. Но когда это будет, еще пока неизвестно. Скорее всего, уже после сборки нового компьютера. Нам осталось совсем немного, чтобы полностью обновить свой ПК. Это дело времени. Думаю, через месяцок уже у нас все будет на месте. Ну, ладно. Давайте теперь, чем мы будем сегодня заниматься? Значит, серия у нас была записана уже. Я летал в биом. В биом замечательный, который называется Выжженный биом. Пустыня, короче. Летал в пустыню, насобирал там кучу ресурсов, нужных пропилен и прочая фигня. Что еще? Сделал композитку себе, сделал такую броньку. Крутую. И бензопила. Погнали, покажу, как она работает. Бензопила. Ну, думаю, вы уже все знаете, все в курсе, как она работает. Но, блин. Просто посмотрите на это, сколько она дерево добывает на Х-10. Блин, вот зачем ты, дракон, взял, затронул эту дичь. Смотрим. 1400 дерева просто. Топором обычным... Давайте сейчас посмотрим, сколько будет... Ну, не обычным, но золотым давайте. Сколько золотым топором будет добываться ресурсов. Ой-ой-ой, дракошка. Тише, тише, тише. Как-то тебя заносит на поворотах. Давненько не летал. Вот примерно такое же дерево. Давайте рубим, посмотрим. 200 дерева всего лишь. Ну, может быть, оно, конечно, уже было подбито немножко. Давайте посмотрим другое дерево. Вот это дерево, допустим. Оп. 200 дерева добывает. В общем, разницу, думаю, видите, какая? Прям лютейшая с этим деревом. Также он добывает кожу в больших количествах и мясо. Так. Здесь есть два птера. Давайте убьем двух птеров. Раз. Понятно, улетели. Давайте паразавра убьем. Раз паразавр. И второй паразавр. Сейчас он сдохнет. Все. Отлично. Смотрите. Добываем топором. Смотрим, сколько кожи будет. 300 кожи. Теперь добываем бензопилой. Осталось его найти. Почти косарь. Разницу, думаю, чувствуете. В общем, эта бензопила нам пригодится. И как раз у нас ночь на дворе. Почему-то не освещается ничего. Ночью драконом этим замечательным. А вот все. Когда летишь, освещается. Когда на месте стоит, почему-то не освещается. Смотрите. Дуешь на месте. Бак, наверное, какой-то. Не знаю. Только взлетел. И сразу все. Все видно. Эту конструкцию нашу. Ладно. Погнали в дом. Сейчас позанимаемся какими-нибудь делами. Нам нужны жуки. Жуки, скорее всего, будут в пустынном биоме. Там они должны ходить. Но это еще не точно. Искал я по-прежнему место себе. Ищу, где буду жить. Но на какое место не прилечу. Которое более-менее мне подходит. Оно уже либо занято. Либо оно не такое красивое, как хотелось бы. Будем пока жить здесь. Потом не знаю, куда переезжать даже. Да, в принципе, и не надо никуда переезжать. Место хорошее. Единственное, что меня напрягает, это вот эта гора. Потому что с этой горы эта позиция невыгодная вообще. Жить у подножья горы. Если жить на самой-самой макушке, вот это да. Вот это будет нормально. Ну а здесь что-нибудь придумаем сейчас. База нам нужна печка обычная. Потому что смотрите, что за ночь я наплавил. Хотя, походу, когда выходишь из игры, у тебя металл не плавится. Нет, есть такое ощущение. Потому что за сутки печки наплавили всего 400 металла. Это вот сейчас заплавили. Эти 200 уже. Это вот собрал уже новый металл. Походу, не работает эта тема. То есть, выходишь из игры, и у тебя ничего не плавится. Или плавится, но очень медленно. Потому что здесь по 10 косарей металла было в каждой. Примерно. Печки. Ну, может поменьше немножко. По 8, по 7. Неважно. В этой серии будем называть... А, да. Придумайте имя сначала для дракона. А для Рекса вы уже дали имя. Но оно будет в виде голосования в конце этой серии. Будем выбирать имя для Рекса. Так что можете уже прямо сейчас проходить в левый верхний угол. Либо до конца досмотреть. Точнее, в правый верхний угол. Там будет такой черненький значок. Ай. Нажимаете на него. И будет все супер круто, весело и обалденно. А также не забывайте, ребята, про колокольчик. Колокольчик это такая штука. Возле кнопки подписаться на канал. Там есть такой небольшой колокольчик. Нажимайте его и нажимайте клавишу про оповещение. Чтобы вы всегда были в курсе событий. Когда будет новая трансляция. Когда будет новая серия. Потому что не всегда они в новостной ленте отображаются. Ютуб что-то там накосипорил. Это уже давным-давно происходит. Но я постоянно забываю вам об этом сказать. Так что, ребят, пройдите в этот колокольчик. Потратьте там, ну, лишнюю 30 секунд. И в будущем будет и мне, и вам приятно. Ребята, такие вот дела. А, и если что, трансляция у нас проходит почти каждый день в 17 часов по МСК. Так что ориентируйтесь на это время, чтобы не пропустить прямой эфир, так сказать. По игре Ark Survival World или по какой-нибудь другой игре. В общем, все. С анонсами вроде со всеми разобрались. Давайте теперь приступим к делу. Так, у нас здесь жарится мясо. Да, смотрите, мясо обжарилось почему-то всю ночь. А это почему-то не хотелось. Ну да ладно. Мы сейчас возьмем себе вот так. 800... 400 мяса оставим. Остальное все в холодосик. Здесь у нас, смотрите. Сочная мякоть. Все как надо. Так, вот это мясо можно положить уже. Жарится сюда. Вот так сюда. Отлично, пускай жарится мяско. Оно нам точно пригодится. Так, турельки поставил. Сейчас у нас крафтятся патроны. Патроны, походу, уже сделались. Нам нужно их забрать и раскидать сейчас по всему этому месту. Как-то очень мало патронов. Скосаря жемчужи, скосаря этого. Все, все, столько патронов. Реально так мало. Что за прикол такие? Сейфы поставил сюда, чтобы складывать ресурсы. Погнали, вот эти вот турельки забьем сейчас под патриками. Хотя бы по чуть-чуть. Раз, два, три. Вот так. Оп, включаем. Хайт. Ставим пароль. Пятерочки одни. Отлично. И сюда тоже самое дело. Закидываем. Хайт. И пароль задать. Отлично. Еще он липлеер поставим здесь. На всякий случай. Включим ее, конечно же. Сейчас мы отправимся в логово Виверн. Я хочу посмотреть, есть ли там где-нибудь какие-нибудь ловушки. И можно ли там будет построить какую-нибудь ловушку. Сейчас просто на разведку слетаем, на дракончики. Посмотрим, что-то как там происходит. С собой у меня парашюта нету что ли? Походу не взял парашют. Но у меня очень часто дисконнекты, ребята, на этой карте. Может быть комп мой не дюжит. Просто такие масштабы карты. Я не знаю почему. И придется летать нам с очень осторожным режимом. Потому что, блин, один дисконнект и все. И нет дракона, нет лута, нет нихера. Если мы там будем сейчас на этом острове что-то делать такое интересное. Так, потихоньку подлетаем. Вон этот остров, уже вижу его. Это пустынька. Хорошая, красивая пустынька. Давайте сейчас вот так вот. Оп. Их не схватил. А нет, схватил кого-то. Ладно, я хотел жертву какую-нибудь с собой взять. Как бы драконом летим. Без подарка, стрёмно. Все, летим на этот остров чудесный. Посмотрим, что да как там. Смотрите, Вива сидит. Дикая, не дикая. Все, посмотрим. Смайлики. Че они свою огненную Виву сюда бросили? Странно как-то. Ладно. Без даров полетим туда. Посмотрим. Что да как. Надо где-то будет ловушку воткнуть, чтобы молоком своих поить. Своим, говорю. Чтобы молоком поить Виверн. Ну да, своим, оно же наше будет молоко. Это что такое-то, кристалл? Какой красивый. Давайте глянем. Да, скорее всего, кристалл. Да, кристалл. Прикольно выглядит. Слушайте. Вообще неплохо. Так, ну вот где-нибудь здесь можно поставить ловушку для Вив. Чтобы их оглушать. Виверны выращиваются здесь 12 часов из яйца. Потихоньку можно строить ангар уже под Виверн тогда. Это что, и 2 гигишна? Это рексы. Окей. Ой, тут такие звуки прям опасные. Странно, что нигде ловушек для Виверн вообще нету. На этой карте. Никто не ставит что ли? Как их оглушают? Просто так на лету? Как я тогда делал. Представляете здесь жить? Это каждый раз это... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это слушать. Это жесть. С ума сойти можно. Оп. Отлично. Надо немножко подкрепиться драконом. Тихо-тихо-тихо. Чего так концует быстро? Странно. Очень странно. Прям урон по нему проходит прям жесткий. А, у него маски нету, потому что точно. Надо маску на него надеть. Так. Ну, в принципе, чё? Вот здесь Виверны должны обитать. Что-то не видно ни одной вообще. А, вон они. Чё за дракончик? Давайте глянем. Семьдесятый. Красивый-то какой, а? Хм. Нам бы притомить такого. Но это будем уже в дальнейших сериях делать. Ладно, полетели тогда базой заниматься потихоньку. Плавится металл. Нам нужно сейчас место под печку. Место под выращивание Виверн. В общем, короче, место делать себе. В новое место тогда переезжать не будем. Потому что... Ну, не знаю я, куда переезжать. Вот честно вам сказать. Вот не знаю. Я летал, искал. Ничего не нашел. Вообще ничего не нашел. Из нормального. Можно где-нибудь в пустыне построиться, конечно. Но в пустыне это такое дело. Ну, проще уж в зимке построиться. Ладно, летим на базу. Всё, мы на базе. Сразу вам говорю, что будем строить в красоту. Не в максимальную защиту, а в максимальную красоту. Ну, как красоту. Пока что это будет просто ангар, как и этот ангар. Только попробуем сделать что-нибудь поинтереснее в будущем из этого дела всего. Потому что, опять же говорю, мы надолго на этом сервере. Так, всё это сюда идёт у нас. И давайте сразу фундаменты херачим на всё, про всё. Потихоньку будем начинать уже стройку нашу. Потому что пора. Да, не густо у нас металла. Так, что патроны-то у нас скрафтились здесь? Скрафтились. Давайте ещё пороха перекинем туда. Где там у нас порох крафтился? Нужно нам химстол срочно. Это прям вообще без него никуда. Ещё 900, а ещё 500 можем сделать, окей. Ладно, пускай тогда зарядим ещё патронов. Ещё сотку. Ну, 200 это будет в итоге. Всё-таки, всё-таки надо докачаться, ребята. До химстола. У нас металла сейчас не так много. Надо химстол и печку ещё, сука, для металла. Потому что это ждать очень долго, пока всё сплавится. Я вот это запарился, блин, ждать. Погнали тогда качаться. Хер с ним. Потому что мы сейчас ничего толком не построим, ребят. Это прям точно. Ну, почему вот она вот не освещает, когда ты внизу это делаешь? Оп. А только когда подпрыгиваешь. И смотрите, ребят, короче, фишка такая. С PvE-режимом здесь, который включается, когда вы уходите из игры. Вот, смотрите, это база, да, допустим. Невозможно её разрушить. Также невозможно убить животных всех. И все животные, вот смотрите, птер чувака. Где-то здесь вот стоит. Вот он. Ему нихера вообще не бывает. Даже от диких животных. Дикие животные ему просто ничего не могут сделать, пока его нет в игре. Забавная штука. То есть можно, по сути, приручить его бросить в лесу. И с ним ничего не будет. Единственная проблема, что вас могут убить. Я сам умирал пару раз от просто диких животных, когда меня не было в игре. Какой-нибудь карно пробьется через текстуры, там меня ушатает. Ещё какая-нибудь херня такая случится. В общем, вот такие вот дела. Так, где мы видели Альфачей? Кто помнит это место? Вот здесь один был, я помню. Неподалёку. Сейчас как раз будет повод посмотреть нам на всю эту карту. Замечательно. Правда, единственная проблема будет дисконнект и всё. И хер мы найдём дракона. Нужно примерно места запоминать, куда мы летим. И над водой вообще. В редких случаях летать. В редких. И поставить его на нейтрал. Он на нейтрале у нас? Не, он на пассиве, надо на нейтрал воткнуть. На всякий случай. Всё. Там спинозавр летает, плавает, что-то там делает. Короче, спинозавр, все дела. Погнали тогда в пустыню. Там мы видели Альфача ещё одного. И будет лишним поводом посмотреть на эту замечательную пустыньку. Также покажу вам, где там ресурсы добываются. Если вам нужен сульфур, соль и кактусы. А, и да, ребята, лучше всего добывать шёлк. Добывать серпом. Погнали покажу, с каких растений он добывается. А вдруг кто-нибудь не знает. Я думаю, многие уже знают. Ни для кого Америку, так сказать, не открою. Этим способом. Ну, может кому-то будет интересно посмотреть. Кому-то будет приятно, так сказать. Узнать про это дело, про всё. Интересное. Смотрите. Здесь есть вот такие вот растения. Фиолетовые. И вот такие вот белые. И с них добывается шёлк. Больших количеств. Просто серпом херачить. И шёлк идёт к вам вместе с вайбером. Вот так вот это выглядит. Также можно растения, которые... Именно растения кактусы, не деревья кактусы. Растения кактусы. Их тоже можно собирать серпом. И с них тоже будет идти кактус. Пойдёмте покажу. Вот с таких деревьев добывается... Сейчас, где они? Вот они. С этих деревьев добывается... Древесный сок. С пушистых. Вот таким вот образом, ребята. Дерево нам, конечно же, не нужно сейчас. Пять. Примерно мы собрали, если бы поиграли на Х1. С этого просто дерево добывается. И кактусы. С кактусового дерева бензопилой тоже добывается кактус. Причём дохерища. Также и дерево, и солома. Есть кактусовые деревья без солом... Без дерева. То есть, чисто с соломой. Всё. В общем, думаю, вы поняли, как это выглядит. Также. Вот на таких вот возвышенностях. Вот на этих вот горах. На них сульфур. И соль. Вот они. Здесь сульфур, соль. И, по-моему, внизу металл я видел. Нет, тоже сульфур и соль. Это пещера, что ли, такая? Ну, пойдём посмотрим. Только не говори, что ты, сука, застрял. В этой щёлке. Нет, это не пещера. Это просто... А, нет, пещера, смотрите. Прикольно, слушайте. Охренеть, тут залежи столько. Вот это сера. Это кристаллы. Это вот соль. Вот эти ресурсы. Так что пользуйтесь, собирайте. Соли здесь дохерища. С серой. Но единственная проблема, что мод на стаке не распространяется на выжженную землю. И это немножко напрягает. Ну да ладно, хер с ним. Так, теперь нам нужно найти альфа. Как вы знаете, когда ты целенаправленно ищешь альфа, то ты никогда его в жизни не найдёшь. Ну, если найдёшь, то ты очень крутой пацан. О, червяк. Здорово. Прям топит за нами. Поскольку он будет жарить нам. До хера, слушай. Вообще до хера. Нефтяной жучок умер. О боже. Не может быть. Ещё непонятно, что он сильнее дамажит. Просто укус. Или огонь. Какое-то пламя странное, смотрите. Сука, ну... Эти черви, это просто трындец. Ну, он сейчас сдохнет уже. Давайте просто жарить его. Пламенем. По-моему, пламенем быстрее. Блин, половину хп уже отнял нам. Охеревший, сука, жук. Нам бы ещё его в рукопашку добить. Был бы вообще супер. А, сейчас отъедет. Жаль, что они все первого уровня, эти жуки. Давай-давай-давай. Огнивым. Найти бы альфу. О, отъехал. О, левел мы получили. Отлично. Сейчас ещё и карно ушатаем тоже. В принципе, можно просто животных поубивать сейчас. Давайте сначала дракона подкачаем. Веса ему достаточно. 15 тысяч хп. Вот хп ему можно прокачать. Потом захилим его. Сейчас поубиваем. Просадим его. Ну, примерно до 30% и пойду его хилить. Отлично. Летим сюда. Побегаем сейчас по всей пустыне. Так, посмотрим, сколько я левелов получил. Чё бы качнуть? Чё бы качнуть? Давайте. Стойкость у меня дохера. Веса тоже дохера. Давайте выносливости немножко. Так, у нас 82-й левел. Три левела нам осталось докачать. Идём вперёд из песни, так сказать. Докачивать эти замечательные три левела. Так, вот здесь пустыня заканчивается, да, уже? Да, но здесь ещё, смотрите, пляж идёт. Такой околопустынный пляж. Ну-ка. Ну, хрен его знает. Непонятно. Что больше дамаж... Да, скорее всего, пламя больше дамажит. Что ещё-то? Да, смотрите, дохнет прям на... Заздрасть пламя. Отлично. Всё, пока регенится, мы ещё хп ему качнём. До двадцатки хотя бы догоним этому дракону. Ну, потом приручим ещё драконов, ещё драконов. И будем их потихоньку выращивать с импритингом. Постараемся это всё сделать. И будет у нас армия драконов. Потом проснёмся и пойдём в школу одноклассникам рассказывать, что нам приснилось. Такие вот дела. В 27 лет-то почему бы одноклассникам не порассказывать, что тебе приснилось? Это чё такое? Ясно? Всякое бывает, понятно. Блин, помните этого пара серо-застрявшего? Он до сих пор, сука, тут. Давайте ему поможем немножко. Пока. Так, всё, дракона захилил. Там, блин, голем ссанный. Сейчас мы с этими жуками, с жуками говорю. С драконами, вот с этими. Расквитаемся немножко. Тихо, 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 пацаны. Чё-то голем не хочется наметь. Отлично. Всё, валим. Ну, с големом воевать бессмысленно. Дольше будем его убить, чем получим с него профита. Так, здесь пацаны живут. Вот, куча марилатомсов. Ну, с них много опыта не падает. Животные калёные. Ну, а самая топовая тема это драконов убивать на самом деле. Нам бы броньку на него сделать. Мы же погнали на базу броньку замутим. На дракона. Сейчас посмотрим, из чего она делается. Так, где она? Кхитин, кератин, хитиновый шлем, металл. Хитиновый шлем у нас есть здесь с собой. Это можем прямо на руках её замутить. Нет, нет. К сожалению, можно убить какого-нибудь альфа. Найти. Расщелина. Так, база какая-то. Пройдили, что ли? Серьёзно? О-о-о-о-о, нефть. Интересно, сможем забрать? Нет, не можем. Вот как раз этот трайп фалькон, который нам плюханов подогнал. Луча вроде нету здесь, да? Нету. Летим дальше. Давайте сюда вот повыше залезем. Посмотрим, как здесь дела обстоят. Пустыня, прям пустыня. Что-то слишком жёлтая она какая-то. Ну, сортоплевр неплохо опыта падает. А лучше всего опыта падает с кучей мух. Отлично. Тоже пацаны живут. Рекс. Пекс-мекс. На, вот место. Про которое я говорил. Которое мне приглянулось. Ну, тут очень маленькая база получится. Ну, альфа-чей нету. Так, вива там сидит. Поразлетались, ребята, и животные. Печально. О, давайте, короче. Маленьких парасерочек побьём ещё тоже. О. Волчара. Позорная. Тихо. Отъехала шкура. Ну, в смысле, с неё шкура слезла, там сидела. Ничего не подумайте. А чё тут нужно подумать-то? Давай, мне левел нужен. Отлично. Так, ребята, я на базу слетал. Сделал себе шлем для дракона. Давайте, оденем его. Мне очень нравится броня на драконе. Ну, знаете, чего не хватает этой брони? Не хватает ещё брони нательной, так сказать. Помимо этого шлема. Может быть, когда-нибудь и придумаю для неё что-нибудь другое ещё. Какие-нибудь щитки прикольные, ещё что-нибудь такое интересное. Ладно, полетели в логово драконов. Убьём парочку этих летающих тварей. Докачаемся всё-таки до 85-го левела. Если не хватит, то здесь есть ещё титан. Можно на титане будет вкачаться. Ну, посмотрите просто, как реализованы здесь облака. Реально из-за них ничего не видно. Вот, смотрите, летим. Прямо в облаках. Так, взлетели вверх, сверху облака. Спускаемся потихоньку вниз. Нужно увидеть, что здесь происходит. Спускаемся и облака рассеиваются. Реально, прям, прям как в жизни, твою мать. Охрененно сделано. Просто супер. А тем временем мы почти долетели. До этого замечательного острова смерти. Всё, мы на острове. Смотрим виверн. Это дракон обычный. О, прикольно. Какого левела ты, друг? О, это маленького левела. Можно его сейчас угандошить будет. Прямо здесь. Что-то обычный виверн я не вижу. Вот будет печально, если я здесь вылечу из игры. Это будет вообще прям грусть-печаль, ребята. Так, давайте выше взлетим. Это кто такой? Карна, что ли? Я спасу тебя, друг. Ты в безопасности. Сейчас посмотрим, какого левела это, тварюга. Я не вижу. Ладно. Подожгем сначала этик. Дракон там разбагуется как раз к тому времени. Во, со щитом уже более-менее не пробивает теперь никто нас. Вообще классная тема. Со шлемом, точнее, со щитом. Каким щитом-то, твою мать? Оп. Получай пилюлей. Да ну ты брось, а. Выкобеливаться. Вот и всё. 110, Рекс. Хм. Жаль. Стамина. Вот, давайте посмотрим теперь, какого левела. А, это тот же, 70-го. Отлично. Сейчас мы его гандошим. Надо его за нами. Вот сюда хотя бы. Какой же ты тупой-то, сука. У нас тоже, смотри, поджог. Во, вот он. Во, красавчик. Так держать. Сразу бы так сделал. О, это опасная дуэль, сука. Вот и всё. Вот и всё. А ты боялся. Ты просто брал и боялся. Зачем? И остался нам последний левел, ребята. Оп. Оп. 20 тысяч хп. Всё. Ему за глаза. Смотрим других драконов. О, давайте вилу огненную попробуем ушатать. Безнаездника же, да? Да. Тихо, тихо, тихо. Давай ещё подожги нас. Ах ты, сулочка. Хера себе. У него огонь. Вообще, смотрите, армор не этого. Не чувствует. А вот мы, если будем жарить её. Ой, всё. Мы повисли. Трындец. Давайте её поджарим. О, она тоже горит. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Ну, ты поняла, да? Что ты попала. Я-то буду жарить тебя вечно. А ты меня сможешь только, когда заденешь. У меня-то пламя не такое лоховское, как у тебя. У меня пламя нормальное. Людское. Оп. Приветики. Смотри-ка, сука, за дело. Опять подожгла. А ты паскуда-то, а? Так. Стамины нет. Идём стаминку регенить. Сейчас как раз-то тварь сядет сюда к нам. Ну. Да она вся в мясо красная уже. Алё. Ну неужели, твоя мать. Фух. Ладно, хилимся. Всё, прохилились, прокачались. Погнали искать новых жертв. Где-то здесь ещё должен быть дракончик. По-любому прям. Как же без него-то, сука. Не может же на один вулкан, один дракон резаться. О. О, подожди. Тут живёшь, что ли, кто-то? Крипы какие-то. Прикольно. Нихера тут мясо. Здорово, ребята. Я к вам хочу в тусовочку. Вот это пламя у дракона. Тогда я понимаю тема. Вот и всё. Вот и досвидули. Конечно же, всё на мясо пустим. Так, теперь качаем ему урон. Потихонечку. Вот потихоньку наш дракон. Наш дракон и... Приближается К высокому уровню. И наш персонаж тоже Скоро обретёт способность крафтить Химический стол, Большую печку И прочие приколы. Так, тут дождь идёт? Да, дождь идёт. Так, драконов не видно. Ну что, идём в логово. Хм. Ещё одна огненная вива. Давайте её тоже убьём. Оп. Я там яйка видел, кстати. А нет, там нету яйка. Окей. Будем её бить по старинке, короче. Просто сядем на землю. И будем жарить её. Вот так вот встречать её. Левел нормальный у неё вроде. Вот он разворачивается быстро. Мне нравится это очень. Вот и всё. До свидули. Да, они так уж много опта дали-то за неё. Та, видимо, сто плюс была вива, да? Вива ля вива. Вива виктория. А фрудита. Это чё такое? Серьёзно? Пелагорниц. О! Ядувитая. Это чувак какой-то на ней, да? Да, это чувак на ней. Здорово, чувак. Здорово. Сука. Так. Да сука, досядь ты на землю. О, всё. Давай. Сейчас мы с тобой разберёмся по-мужски. Так, скорпиона убили. О, какая-то, смотрите, какая левельная прям. Даже не краснеет. Что ты будешь делать-то с ней? А не, во, краснеет. Всё нормасик. Во, 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 во. Давай. Ещё чуть-чуть. Не, ну жарит, конечно, незнатно. Эти вивы. Посильнее, чем обычные драконы. Потому что они броньку вообще не чувствуют. Жарят без брони. Надо случайно делать в эту игру огнеупорную арморку. Давай. Давай. Ну подожги ты её. Во, во. Похерела, сука. А, половина хп. Да ты что-то делаешь-то? Фух. Жесть. Охереть. Это чё за вивы такие лютые? Всё. Мы получили свой заветный уровень. Даже дракона можно прокачать немножко. Ну что, всё, мы на базе. У нас есть 85-й левел. Мы можем крафтить этот замечательный химический стол. Но ставить мы его будем уже в следующей серии. И также будем ставить печку. Потому что у нас плавится сейчас металл. Втыкать печку я не знаю, куда будем. Это у нас пятиэтажный дом. На доме нужен шестиэтажный как минимум, чтобы воткнуть сюда печку. Наверное, вот в этот угол её поставим. Поднимем повыше немножко. Хотя давайте почитаем. Да, это пятиэтажка, твою мать. Это печально. Ладно, ребят, давайте завершим на этом сегодняшнюю серию. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, поддержите этот выпуск лайками, чтобы они выходили чаще. А также оставьте свой замечательный комментарий дня. Комментарий, точнее. Оставьте свой. Если хотите попасть в комментарий дня, придумайте имя для дракона. Для вот этого вот красавца. Чёрно-зелёного. Также в конце серии будем выбирать имя для Рекса. Делитесь этим роликом с друзьями. Приходите играть на сервер. Ссылка в описании. Всем счастливо. Всем пока. А в этой серии мы будем выбирать имя для Рекса. Так что проходите в правый верхний угол, нажимайте на значок I. Переходите в режим голосования и выбирайте понравившееся вам имя. Напоминаю, что эти имена вы предлагали в комментариях к предыдущему ролику. В следующем ролике будем выбирать имя для Аргентависа, для дракона и ещё для кого-нибудь. Посмотрим там, кто у нас ещё остался. Так что оставляйте свои варианты в комментариях под этим роликом. И под предыдущим тоже можете оставлять. Всё зависит от вас. Дерзайте. Правый верхний угол. Про него не забывайте. Йоу. Стихами прям заговорил. Стихами прям заговорил. Стихами прям заговорил. Л staşam Eagle. С servi sah οι большим. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин